Григорий Меркушкин – министр народного просвещения, ученый, драматор, клауреат государственных премий, человек, благодаря которому сегодня у республики есть университет. Однако истинные его заслуги и победы стали оцениваться публично лишь в конце 90-х. При молчаливом согласии многих соратников и коллег он стал жертвой агрессивных нападок высшего должностного лица МАССР, первого секретаря обкома. На вечере, посвященном памяти ученого и просветителя, ученики вспоминают, как это было. В университете в это время уже формировалась очень активная команда во главе с будущим ректором этой команде Григорий Яковлевич был отдан на съедение. Специальный представитель президента России по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов говорит о том, что отсутствие политической традиции и преемственности объединяет общество. Постоянно начинать с чистого листа невозможно. Нам нужно вырабатывать политическую культуру, отношения к предшествующим поколениям. Мы должны брать все, что делалось ранее лучшее и двигаться вперед. Не те принципы растоптать из чистого листа все сызного и начинать эту работу. В этом, наверное, самая главная причина, что мы пока живем в такой стране, с такими богатствами, а живем не так, как, может быть, живем в других странах. Люди, у которых ни богатств нет, ничего нет, есть кроме, есть одно, есть человеческий капитал. И есть сложившиеся традиции, многовековые традиции. Вице-премьер по социальной политике Галина Латванова признается, самое большое удивление у нее до сих пор вызывает факт, как Григорию Меркушкину удавалось в сыровые послевоенные годы строить столько школ. Сегодня трудно поверить, но именно при Меркушкине, министре просвещения республики, в каждое послевоенное лето вводилось в строй от 20 до 40 новых школ. И большая часть из них вновь построена. Спустя десятилетия история дала свои оценки наследию Григория Меркушкина. Самое драгоценное его детище, Госуниверситет, стал похож на то, о чем мечтал его создатель. Юлия Парунова, Александр Данилов. Наши новости.